Морские огурцы не пользуются такой любовью, как другие морские обитатели. А все потому, что эти беспозвоночные по внешнему виду лишены всякой привлекательности. Но это только на первый взгляд. Почему? Давайте узнаем! Эти существа получили название огурцы из-за своей продолговатой формы. Однако они не имеют ничего общего с одноименными плодами. Морские огурцы – это животные. Их научное название – галатурии. Обитают в океанах по всему миру, как на мелководье, так и на самом дне. На глубинах свыше 8 километров морские огурцы составляют почти 90% от общей массы макрофауны. В мировом океане обитает более 1200 видов морских огурцов. И все они разные. Некоторые яркие, другие неприметные, третьи полупрозрачные. Морские огурцы не всегда имеют вытянутую форму тела. Они могут быть похожи на яблоко, носок, странную колбу, очаровательную свинку и даже на буханку хлеба. Обычно морские огурцы имеют длину от 10 до 30 сантиметров. Самые маленькие из известных видов имеют длину всего 3 миллиметра, а самые длинные могут достигать трех метров, и тогда их можно легко спутать со змеями. Хотя морские огурцы беспозвоночные, у многих видов есть внутренний скелет, состоящий из микроскопических пластинок карбоната кальция. Замечательной особенностью этих животных является способность изменять твердость своего тела. Они могут делать его мягким, чтобы спрятаться под камнями или протиснуться в крошечные щели, а затем быстро вернуть себе жесткое тело. Морские огурцы относятся к типу иглокожия, а это значит, что у многих из них твердая и колючая кожа, часто покрытая гребнями и шипами. Они обладают радиальной симметрией, хотя это не очень заметно. Их тела разделены на пять сегментов вокруг центральной оси. У морских огурцов удивительная способность к регенерации. Если тело галатурии разорвать на две части, то через несколько месяцев будет уже две особи. Хотя это и трудно увидеть, но у морских огурцов есть рот. Он окружен кольцом липких щупалец, которые втягиваются внутрь. Форма щупалец зависит от потребляемой пищи. У видов, охотящихся за планктоном, древовидная форма. Виды, питающиеся верхним донным субстратом, имеют разветвленную структуру щупалец. А виды, которые обитают на песчаном или илистом дне, имеют простые короткие щупальца в виде лопаток. Уникальной особенностью морских огурцов является дыхательная система. Прямо внутри заднего прохода у них есть пара дыхательных деревьев, которые извлекают молекулы кислорода из воды. Поэтому можно сказать, что они дышат попами. Но самое интересное то, что некоторые животные укрываются в заднем проходе морского огурца для защиты от хищников. Чаще всего так делает рыба-жемчужница, некоторые крабы и немногие черви. У морских огурцов нет настоящего мозга, но зато есть кольцо нервных клеток вокруг рта, от которого отходит система нервных нитей вдоль всего тела. У многих видов есть ряд трубчатых ножек, которые проходят вдоль тела и используются для передвижения. А есть виды, у которых ножек нет совсем. Поэтому они передвигаются ползком. Особый вид морских огурцов под названием морские свинки ходят на длинных трубчатых ногах и как будто парят над песком. А удлиненные щупальца, торчащие из их голов, это тоже ноги, хотя используются для обнаружения пищи. А у этого морского огурца есть придаток, похожий на парус. Он используется для плавания на стадии личинки и для взрослой особи не нужен. Однако всю оставшуюся жизнь его приходится таскать на себе. Некоторые виды морских огурцов могут даже плавать. Будучи мягкими и медлительными, морские огурцы выработали разные средства защиты. Некоторые виды выделяют токсин, смертельный для мелких животных, но не для человека. Другие выбрасывают липкие нити, чтобы запутать в них врагов. Третьи выпрыскивают всю пищеварительную систему и другие органы из заднего прохода. Недостающие части быстро восстанавливаются. Благодаря таким способам защиты у морских огурцов мало врагов. Охоту на них ведут только некоторые морские брюхоногие моллюски, которые парализуют их с помощью мощного яда, а затем высасывают мягкую ткань. Морские огурцы собирают и продают во многих странах. Виды, употребляемые в пищу, называются трепангами. Они особенно ценны на азиатском рынке, где считаются деликатесом и используются в народной медицине. Однако из-за интенсивного промысла популяции многих видов уже истреблены, а другие находятся под угрозой исчезновения. Но нам нужны галатурьи. Они необходимы для экосистем океана, особенно коралловых рифов. Можно сказать, что это подводные пылесосы, фильтрующие песок и перерабатывающие большинство органических отходов на дне морей и океанов. Эта роль аналогична той, которую выполняют дождевые черви на суше. Так что эти маленькие сосиски имеют большую экологическую ценность. Но когда дело доходит до защиты этих странных существ, возникает серьезная проблема. Их очень сложно изучать. Ученые обнаружили, что отследить движение морского огурца практически невозможно. Если вставить в них устройство слежения, они просто выдавят его из своей кожи. То же самое и с нанесенной на тело краской. А что касается старения, это вообще практически невозможно. У морских огурцов нет ни одной части тела, которая могла бы указывать на их возраст. Вот такие скрытные и загадочные морские огурцы, о которых еще предстоит многое узнать. Надеюсь, они стали для вас абсолютно очаровательными, несмотря на полное отсутствие харизмы. Спасибо за просмотр! Увидимся в следующий раз! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok